Все подсудимые спокойны и время от времени даже улыбаются. Дмитрий Бегун и Наталья Миронова свою вину признают и готовы сотрудничать со следствием. Олег Кованец по-прежнему утверждает, к вымогательству не имеет отношения, говорит, никаких денег не получал. Это называется соучастие. В данном случае имела место та же самая вещь. Поскольку все переговоры велись только с Иванцом, он давал согласие, даже телефоны включались на громкую связь. Все это изъято, осмотрено, видеозаписи, аудиозаписи, все говорилось с открытым текстом, никто ничего не скрывал. Все обговорилось. И суммы, и деньги, и кому сколько. На предварительном слушании подсудимые и их защита ходатайствовали об изменении меры пресечения. Напомним, с октября прошлого года все трое находятся в СИЗО. У всех троих подсудимых по двое детей есть и несовершеннолетние. Тем не менее суд посчитал, менять меру пресечения нельзя, так как находясь на свободе подсудимые могут повлиять на ход судебного следствия, либо скрыться. Кроме того, сыграла роль и тяжесть совершенного преступления. Блогеров обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена Сергея Шатила. Они просили у него денежные средства в сумме трех миллионов рублей за удаление из сети интернет сведений о результатах налоговых проверок и проверок органов внутренних дел в отношении современной медицинской технологии, а также за неразмещение в дальнейшем иных сведений о финансово-хозяйственной деятельности данной организации, в том числе и сведения, не соответствующие действительности, о обналичивании денежных средств о современной медицинской технологии. В отношении Сергея Шатила также возбуждали уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Но позже все долги им были погашены, следствия прекратили. Бегуну Иванцу и Мироновой грозит до 15 лет лишения свободы. Срок содержания подстражей им продлили до 29 июля. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.